В год 30-летия со дня закладки камня в основании Казанского храма поселка Навля глава Брянской митрополии возглавил праздничные торжества в Богородичной церкви. В знаменательный для прихода день совместно с правящим архиереем молились священнослужители, являвшиеся настоятелями Казанского храма. Пришли и старейшие прихожане, участвовавшие в закладке первого камня. Подробности далее. В поселке Навля, основанном в 1894 году в связи со строительством железной дороги до революции, церкви не существовало, а все 22 храма, расположенные на территории Навлинского района, были разрушены в богоборческие времена. В 1988 году страна отмечала тысячелетие крещения Руси. Возрождение духовной жизни вдохновило верующих жителей поселка на создание своего прихода. У нас была инициативная группа православных крестьян – Валентина, Иоанна, Елена. И они решили поехать в Москву, поехали к патриарху, попросили благословения и начали потихонечку собирать денежки на храм. Служить начинали в небольшом домике, а в 1991 году архиепископом Орловским и Брянским Паисием состоялось освящение закладного камня в основании Казанского храма. И началась стройка. После работы люди приходили сюда и помогали кто чем мог. Здесь мы и кирпич, и щебенку на руках на носилках снашивали, все сюда скатывалось, а мы кровь носили, раствор делали, завязывали веревками наверх. Здесь перехрана, а тогда не было. Мы завязывали за ведерку, вот два ящика стояли, месили и подавали. Строительство велось в течение пяти лет. И 20 июля 1996 года епископ Брянский Исевский Милхиседек совершил великое освящение храма. Несмотря на свой преклонный возраст, первые строительницы Дома Божия продолжают служение в родной церкви. Для них, а также для всех жителей поселка у стен храма был подготовлен праздник. И храм это дает, какое-то вот поднятие, приходишь и домой из храма, идешь дорогой, и чувствуешь, что сила какая-то появляется тебе, и хочется со всеми общаться, разговаривать, и только добрые дела делать. Сейчас у храма подрастают и новые прихожане. Я хотел бы вам пожелать хорошей учебы. Сейчас начались каникулы, вы должны хорошо отдохнуть перед началом нового учебного года. Казанский храм постоянно ремонтируется и украшается. В настоящее время реставрируется иконостас. Мастера золотят детали. Часть работы уже проведена, и в скором времени иконостас засияет своей красотой.